Омский турнир Федерации бокса Кирилл Подольский и первый заместитель министра спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. Хочу, чтобы этот турнир стал для спортсменов, которые приехали в наш регион важным, знаковым толчком в вашей спортивной карьере. Благодаря изменениям в правилах, новый турнир стал гораздо более привлекательным и для болельщиков. Без шлемов все-таки бокс стал немножко интереснее и ярче. Добавилось зрелищности и сама манера ведения боя тоже, конечно же, спортсменами меняется и становится более классической, как это было раньше. Формула боя, 3 раунда по 3 минуты, как это было в советские времена, все это способствует повышению зрелищности и качества бокса. Было на что посмотреть зрителям и помимо технических изменений в правилах. Олимпийская система соревнований, турниры во всех весовых категориях начинались сразу с четвертьфиналов и качественно очень мощный состав участников, все эти факторы в сумме давали серьезную борьбу практически в каждом поединке. За главные призы на Омском ринге боролись порядка 80 спортсменов. Кроме российской молодежки, свои команды выставили сборные Монголии, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Казахстана и Тиргизии. Отдельным коллективом была заявлена и сборная Омской области, спортсмены которой получили отличную возможность испытать на себе, что такое большой международный ринг. Почувствовать что ли себя таким участником больших таких соревнований, где не каждый спортсмен может поехать на чемпионат Азии, у нас тем более не азиатская страна, или чемпионат Европы. А вот здесь они могут встретиться на турнире именно с теми ребятами, которые боксируют на таких соревнованиях и проверить свои силы, а смогу ли я там что-то показать. Поэтому, конечно, это на пользу идет, это в плюс. В грязь лицом о мячи на домашнем ринге не ударили. И даже на фоне опытных и серьезных соперников по итогам турнира сразу трое воспитанников Омской школы бокса поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Лучшими в своих весовых категориях стали Зина Джандыбаев, Вячеслав Свищев и Виталий Дохненко. Всего же в командной копилке о мячей на втором турнире имени Алексея Тищенко 13 медалей. И в данном случае это число вряд ли кто-то назовет несчастливым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин